У нас на учете в хосписе 750 детей сейчас одновременно. Они живут в Москве и Московской области. В основном это все дети с родителями, которые живут у себя дома. И несколько всего детей, по-моему, 10 у нас живут в интернатах. Когда началась пандемия, мы стали читать, что происходит вообще в других странах. В Испании, Италии увидели, что самая такая группа риска и самая тяжелая ситуация – это у тех, кто живет в учреждениях социальной защиты. Когда в одном здании очень много народу, большая численность. И если один заболел, то очень быстро все заболеют. И там были какие-то страшные статьи, как чуть ли не все умерли в доме престарелых, персонал сбежал. В общем, это все жутко выглядело. И мы стали думать, что вообще станет с детьми, которые у нас тут в интернатах. Интернат, которым наш хоспис помогает. В одном здании 250 детей. В одной комнате 12 детей. Ну, понятно, что распространение инфекции очень быстро и стремительно там может быть. Часто общаюсь с разными организациями, кто помогает людям с инвалидностью. И, собственно говоря, в моем окружении много таких людей. И мы, конечно же, обсуждаем. Ну, в основном мы обсуждали это в самом начале карантина. Как кто справляется и у кого какие планы на ближайшее будущее. Я точно знаю, что проблемы были у незрячих людей, когда вся Москва сидела на карантине и не было возможности выйти даже в магазин. Или там в магазин нужно было ходить по пропускам. Далеко не все сервисы магазинов по онлайн-доставке были доступны для незрячего человека. Я проводила много времени с семьей. Все сидели дома. Благо, у меня большая семья, дружная. Мы все друг другу помогали и преодолели этот трудный период для всех. В период самоизоляции я поняла, что нужно развиваться в чем-то еще. И как только мы вышли из карантина, я начала заниматься некоторыми проектами, чего до меня не доходило до карантина. Сейчас для всего общества был огромный шок, с которым нужно справиться. В том числе и психологически себя как-то подготовить к тому, что наша жизнь изменилась. А дальше уже будут какие-то действия. Несмотря даже на те новости, которые мы слышим, несмотря на то, что происходит в мире. Все равно мне кажется, что позитив нас, по крайней мере, подготавливает к тому, что все будет хорошо. Даже если сейчас кажется, что света в конце тоннеля нет. Субтитры подогнал «Симон»